Убрать детей с улиц – задача титаническая. Даже во времена Советского Союза с его дворцами пионеров, бесплатными спортивными секциями и кружками юного техника – это удавалось не всегда. По статистике, лишь половина детей сегодня чем-то заняты после школы. И в этом заслуга их родителей. Правда, всегда найдутся и такие дети, которых ничего не увлекает, кроме прогулок по улицам. Таким подросткам мало что интересно. Давайте услышим друг друга и работать надо во взаимодействии. Есть куратор, вернее, есть шеф-наставник от УВД, следом за ним, за этим же ребенком. Есть наш шеф-наставник, которые должны работать вместе. Вот этого мы сегодня будем призывать вас к тому, чтобы так работать. По новой городской программе трудными подростками займутся вплотную. И не столько полиция, как это было раньше, сколько общественники. В администрацию Сочи поступили мудро. Вместо постановки на учет в отдел полиции по делам несовершеннолетних детей будут брать на поруки спортивные тренеры, художники-педагоги. И уже есть первые успехи. Председатель ТОС-микрорайона Хоста Евгения Чех, можно сказать, вытащил с улицы семь молодых парней. Сегодня они на хорошем счету и сняты с учета в ПДН. Добиться этого удалось благодаря тому, что во время летних каникул трудных подростков привлекали в качестве помощников-аниматоров на детские площадки. Трудно воспитанный ребенок стал сам немного воспитателем. Это психологически такой и воспитательный такой момент замечательный произошел. То есть он почувствовал свою значимость, ответственность. Мы подняли его самооценку. Я думаю, что это повлияло на его дальнейшее, так сказать, видение, как он будет в нашем обществе расти, совершенствоваться и становиться человеком. 16-летний Родион всегда считался трудным ребенком. Сегодня он студент кулинарного училища. Появились новые интересы и цели в жизни. Я не хулиган, говорит он сам про себя. Мне просто хотелось почувствовать, что я кому-то нужен. На этой детской площадке все сделано его руками. Мы забор красили, почему только не делали. Лавочку, качели, все делали. Пеньки таскали. Тут перед летом было оформление ее. Это было самое такое тяжелое. Легендарный советский педагог Антон Макаренко говорил, как можно больше уважения и доверия к человеку, и как можно больше требований к нему. Дети всегда отвечают на добро добром. На примере микрорайона Хоста это видно невооруженным взглядом. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.